Всем привет! Немного новостей о Турции. Кто впервые открывает подобное видео, скажу, что на своем канале я периодически снимаю новости Турции. То, о чем говорят сами здесь турки. Что на самом деле обсуждается. Последние новости Твиттера, Инстаграма, телевидения, газет. В общем, чем живет общество, что на самом деле турков интересует. Потому что Турция это не только all-inclusive. Из последних новостей. Если мы были первые уже замеры по статистике туризма за первое полугодие, 2022-го здесь, в Турции. Так что первое место по туристам в этом году занимают немцы. Это было полтора миллиона туристов немцев. На втором месте за ними идут россияне. Когда казалось бы, всем кажется, что так много россиян приехали. Нет, на самом деле первое место туристы из Германии занимают. Последняя неделя выходных тема в газетах. Кстати, турки до сих пор любят читать газеты. Про футбол очень. Есть новостные газеты про футбол, про спорт. Есть газеты социальные. Там, естественно, про звезд какие-то сплетни. И политические общие истории. Каждый день выходят газеты. Очень часто в кафешках, на завтраках, в публичных местах лежит свежая пресса всегда. То есть очень многие любят попить чай, утром кофе, съесть, например, семитик или кросса. И почитать газетку, что там в новостях. Твиттер, инстаграм, интернет, все есть. Но газетку почитать, подержать бумажку, понюхать полиграфию, мы это любим. Так вот, деды особенно всякие тоже любят читать газеты. Ну, такое постаршее поколение. Молодые, конечно, в основном в телефонах. Я думаю, со временем, когда идет поколение, те, кто еще там лет сейчас 45-50 читает газеты, потом газетный бизнес как бы у нас будет обрушаться или придет в какое-то в онлайн состояние. Так вот, тема по полосы газет были недавно. О том, что немцы начинают скупать туры на зимовку, ехать в теплые страны, где очень тепло зимой. Какие-то туристические Азию в том числе, в Европе, потому что грядет оцепительный сезон. И там уже посчитали, что условно будут проблемы с газом, и газ будет дороже из-за всей ситуации сложившейся. Короче говоря, им выгоднее поехать зимовать в теплые страны, чем платить газовые счета дома у себя. ЖКХ, условно говоря, свое. И турки такие тоже напряглись. Впрочем, статистики потом, что они снимают квартиры в Турции на зимовку, пока никакой нет. Но обсуждая зимы, еще и на зиму останутся у нас. И так приехали первые в этом, ну как бы на первом месте, пока количество полтора миллиона человек за полгода по потоку туристического. Еще и на зимовку будут их пенсионеры приезжать. Такие напряги, типа, нам хватит ли на всех места? В общем, турки как бы, да, такие размышляют. Вам еще к нам зимой немцы поедут. В общем, обычно зимой туристов в Турции очень мало. Только в туристических местах все разъезжаются. После октября вообще голяк у нас не сезон. Еще было заявление президента Стамбульской палаты риэлторов о том, что к 23-му году, то есть сейчас вот сезон у нас будет с октября падать туристически, к календарному 23-му году будет понижаться аренда. Правительство на это тоже давит. Этот вопрос, скажем так, государство берется сейчас под контроль. Что-то там будут принять какие-то меры конкретных еще нет. О том, что вообще будут всевозможные моменты. Смотреть, чтобы аренда жилья или стоимость жилья, она падала. В основном аренда, потому что она неимоверно высокая. Когда минималка у нас по стране сейчас 5500 тысяч лир зарплата, а аренда квартиры в Стамбул, Анталии еще дороже даже, чем в Стамбул. В каких-то таких крупных городах это в районе 6-7-10 и больше 1000 лир. Короче, там вот условия зависит. Но все равно, короче, очень соотношение зарплаты и аренда, аренда в 2-3 раза выше, чем зарплата минималка. То есть нереальным условием, очень тяжело жильем. Коллеги риэлторов заявили о том, что прогнозируют снижение цен к декабрю, январю 23-го года. И такую вилку дали, что условно там то, что сейчас стоит аренда жилья, аренда именно 10 тысяч лир, она упадет до 7, примерно до 6 тысяч лир будет. Обсуждение, что здесь интересного люди обсуждают и вообще интересуются чем. Обсуждалось активно все новостные газеты Полос, естественно, встречу Эрдогана и Путина. Это, естественно, политической победой, очками, баллами, что весомость президента из страны на мировой арене, что вот я умею договариваться и тому-тому подобное. Еще договор о оплате газа в рублях, где-то в лирах, чтобы доллар не влиял на эти отношения, потому что инфляция и так далее. В свою очередь заинтересован, почему Эрдоган в этом общении, Россия заинтересована со своей стороны. Это Стабул полетный хаб у нас, выезд хоть куда транспортный, и доставка вот этого, как там, импорта вот этого. Короче, все, что возится в страну, через Турцию, короче, возится. Это очень такой пазлик взаимодействия. Турция получает за это огромные деньги, которые сейчас очень нужны казне, потому что у нас инфляция, 7% процентов, товарищи 70%, друзья, это жесть вообще, да? Соответственно, это такой, ну, друг дружке мы нужны. Я сразу говорю, кто там про дружбу, это не дружба, это взаимовыгодно. Дружба закончится в тот момент, когда появится какая-то большая выгода, чтобы вы понимали, и, например, в будущем не разочаровывались. То есть это чисто выгода. Так вот обсуждалась эта встреча, эти переговоры, и, естественно, грузы, танкеры, которые с Украины отгрузили, с этой кукурузой несчастной, за ней прям влетели коптеры, там, снимали. На-первых, в Стамбул, когда они пришли на Черное море, там, прошли проверку. Потом в Стамбуле их смотрела вот эта созданная группа по вот этим грузам по безопасности, что там нет оружия, там, еще чего-то, кого-то и так далее, что это не контрабанда чего-то, а из чисто вот продукта, да, товар. Кукуруза эта несчастная, вот она плывет. Короче, это очень сильно обсуждалось в новостях, прям, ну, естественно, это, типа, победы, завоевания и все-все такое прочее. Какие-то коврижки максимальные с этого, конечно, информационном поводе. Но, естественно, это влияет на общественное мнение, и такие люди так помягче как бы. Людям приятно слышать, что их страна или их президент в чем-то, типа, участвует, что какой-то вес, есть вот это ощущение, оно очень приятно. Я здесь вот по людям просто, да, вижу, им приятно чувствовать, что, типа, кто-то там с нами считается, у нас там стоят выборы, стараются максимально замять историю. Демократы так и не выдвинули еще официального своего представителя на выборы, все обсуждают, кто бы мог быть, кто бы мог быть, зондируют общественное мнение на запросы людей, какое ожидание президента, какой должен быть, ну, это, естественно, молодой, перспективный, образованный, там, и так далее. По короне, я уже где-то в интернете видела на русском языке новости, в Турции будут вводить масочный режим, вот это вот все страхи и ахи. Да, корона есть, болеют, умирают, но официально у нас Минздрав не вводил никакие опровержения своему последнему заявлению, заявление было такое, что мы не вводим ни масочный режим, ни QR-коды, хайс-коды, ничего не возвращается, живем как жили, да, я про это раньше рассказала одно видео назад, да, в прошлом. Ничего не поменялось, никаких заявлений о здравоохранении о Турции нет, никакие ПЦРы на въезд здесь сейчас там, у меня тоже спрашивают, не нужны, ничего не поменялось, правила не изменились никак, все. У нас здесь тоже люди идут, прививки делают, ставят, если хотят от короны, то есть никакого насаждения, не идите, прививки делать, не там, одевайте маски, быть осторожны, вообще ничего этого нет. Но я отмечу, что больше, конечно, становится людей, которые носят маски в общественных местах, в закрытых помещениях, я имею в виду торговые центры, магазины, публичные места, там, типа, там, госучреждения, там, например, банки, офисы и всякое такое, клиенты, где есть какой-то поток людей и так далее. Это индивидуально, никто не запрещает, не настаивает, на прививки не гонит и так далее. Вот ощущение, ну, типа, да, оно есть, мы знаем, ну, вот оно. Очень многие болеют, и сейчас корона очень похожа на кишечное, вирусное заболевание кишечника, диарея способствует этому всему очень долгое, и высокая температура в районе 40. А я в ближайшее время, наверное, пойду сдавать анализы на антитела, потому что у меня есть подозрение, что мы с нами уже в четвертый раз, или какой, я уже, не знаю, переболели недавно этой новой короной, мне болел ребенок, что это к этому ведет. То есть по анализам у нас стоит вирус, какой не определено. На корону что-то я тогда не сдала, ну, короче, на антитела нам по этому все покажут, буду знать. Ну, есть подозрение, что была, скорее всего, вот эта новая форма короны такая, как кишечное расстройство, как типа а-ля ротовирус, короче, это происходит. Это очень много от людей здесь слышу, и знакомые так болеют, у кого ПЦР, например, прям подходит, да, о том, что у тебя корона, короче, симптомы у детей и взрослых всех вот такие. Ну, например, халк и кмек, да, государственный хлеб дешевый, то есть общедоступный хлеб для всех слоев населения, да, так это каждый, типа, идея этого, что халк и кмек, каждый может себе это позволить, даже если у тебя там прожиточный минимум какой-то, ты по мроту живешь. Он подорожал, был 5 лир, теперь он становится 10 вот в Стамбуле. Это тоже в соцсетях везде обсуждается в том плане, что все дорожает, даже этот халк и кмек. В общем, посмотрим, что будет дальше. Жить становится тяжелее, цены продолжают расти, инфляция продолжает расти. Вот такие у нас новости Турции на данный момент. Спасибо за внимание, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, мне это очень приятно. Скоро увидимся, всем пока!